Всех Христос за молитву. Аминь. Спаси Христос. Благодарю вас всех за молитвы, братья. Игнатий Тихонович, слава Господу нашему Сухристу за всех вас, за возможность пребывать с вами со всеми в общении и укрепляться в Духе Святом. Да благословит вас всех Господь. У меня не было желания отступать, не было. Я даже не представляю, как можно надеть этот намордник. Но вот мысль о ближнем, она как бы немножко уводит в сторону. Игнатий Тихонович, прочитайте, я это написала вам еще. Хорошо. И сброшу нашу переписку потом в чат. Спаси Христос вас. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Помоги тебе Господь, сестра Ирина. Братья, Игнатий Тихонович на месте. Вы можете задать какой-то вопрос. Игнатий Тихонович. Да. А вот я хотела спросить, вот про эти еретиков все понятно. А вот есть такой вот грех раскола. И есть ли он вообще, вообще, вот как святые отцы говорят об этом, действительно ли это так опасно? Ну и вот, допустим, сейчас на Украине там. Что именно опасно? Раскол, раскол. Ну, конечно. Кто его сотворил, так это расколы. Господь говорит, молится, чтобы были вместе мы. Как он в отце своем. Он виноградная лоза, а мы ветви. А как виноградные ягодки друг к другу? Вплотную? Это на выпускном уже экзамене Карл Маркс написал сочинение. Очень хорошее. Даже он понимал это. Начинает говорить расколом, называет тех, которые раскололи. Других называет, которых откололи. Вот в этом-то вся загвоздка. Коля-то топор, а не щурка. Я вот сегодня... Мы только-только сейчас зашел я из храма. Богослужение вечернее закончилось. Батюшка приехал. И вот смотрю, вот где на изображении, я не знаю, вам видно будет или нет. Вот выпущенный псалтырь небезведного патриарха. Патриарха, православный. Ну посмотрите, какой крест. На что он похож? Да. Ну креста-то нету. Куча железа навороченная и все. И у батюшки на резе. Вроде там с какими-то набалдажниками. А сверху еще этого креста, еще видит цветка. Если написано там, Христос воскресе, это бедные буквы, как их изогнули. Буква О как будто там в площадке нетрезвая возвращается. Такую ее накрутили, а она вся вот такая. Ну почему обыкновенными печатными буквами-то не напечатать? Тем более все божественное. И гляжу, у немцев тоже готический шрифт. Готический. Там все это велюшками такими. Готический. А вот это Бог. То есть чем дальше спрячешь, тем божественнее кажется. Ну у нас куда ни глянь, везде. Кто-то же трудился над тем, чтобы людям не дать живого слова. Даже живого креста нету настоящего. Вот изверщина все там на конце утолщения, на кладбище делает. И нижняя кривулина такая там шире, чем руки раскинутые. Кто-то же над нами смеется, когда самое нужное, крест и Христос из Евангелия, все искаженное. Мы в каком-то зазеркальном мире живем, в кривом зеркале. Ну все в этом. Елена. Так что никуда. Все проверяй, Словом Божьим. И ближе жми тут, где занятия идут. Проверяем, да. У нас тут бывает... Стараемся вместе с вами. Кто-то забредет, бывает. Мы еще не успели разобраться, а сестры уже начинают работать с ним. У нас не просто тут в этом работают люди, а они понимают, о чем речь идет. Так, если еще вопрос обнять, я отхожу туда. Так, все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...